Известная балерина Анастасия Волочкова сделала скандальное заявление о телеведущей и бывшем кандидате в президенты России Ксении Собчак. Это произошло после обсуждения журналистской танцовщицы в эфире одного из федеральных каналов. Реклама Волочкова рассказала, что Собчак любит участвовать в конфликтах и на протяжении всей карьеры стремится поднять свой рейтинг за счет взаимодействия с медийными лицами. Также бывшая прима Большого театра отметила, что телеведущая Убова садится на шпагат. Об этом сообщает Комсомольская правда. Ей этот шпагат не дает покоя, как и вся моя карьера балетная, заявила Волочкова. Она отметила, что в детстве Собчак мечтала стать балериной, вероятно, недружелюбное отношение с ее стороны можно объяснить завистью. Ксения Собчак и ее семья были зрителями на моих спектаклях. Дон Кихот, Лебединое озеро, Жизель, в Мариинском театре. Они всегда сидели в первом ряду партера. Я знаю, что Ксения хотела стать балериной, но не стала, рассказывала балерина ранее. По ее словам, телеведущая солгала, сказав на шоу о том, что именно она помогала Волочковой ориентироваться в Москве, обе девушки родом из Санкт-Петербурга, газета. Ру, балерина рассказала, что она переехала в столицу раньше, и мать Собчак Людмила Нарусова попросила ее помочь дочери там адаптироваться. Она сказала, Настя Ксюша только попала в Москву. Она любит тусоваться. Помоги ей, пожалуйста. Отдавай ей свои пригласительные на мероприятия, если они тебе не нужны. И Людмила Борисовна попросила меня брать Ксюшу на светские рауты, чтобы ее засветить, вспомнила Волочкова. Также она заявила, что обвинение в уводе у Собчак жениха — ложь. По словам танцовщицы, много лет назад мать Собчак попросила спасти дочь от неприятного ей мужчины, в тот момент телеведущая встречалась с новым молодым человеком. Нарусова предложила эффектной красавице Волочковой инсценировать свидание с бывшим Собчак, чтобы вызвать у девушки ревность и спровоцировать воссоединение пары. Для Анастасии Волочковой скандалы и объяснение своей точки зрения через Инстаграм — нередкость. Недавно балерина рассказала о том, что она написала заявление в полицию на своего бывшего гражданского мужа Игоря Вдовина. По словам знаменитости, он задолжал ей 67 миллионов рублей плюс еще 500 тысяч долларов отдельно. Известно, что супруги прожили вместе около пяти лет и имеют дочери одну. Танцовщица назвала Вдовина мошенником, который обманным путем побудил ее инвестировать крупную сумму в строительство элитного жилого комплекса в Астрахани, где ей якобы принадлежат 22 квартиры. Представитель Вдовина Вадим Шибинский рассказал, что застройщиком жилого комплекса «Алые паруса», о котором идет речь, является компания «Городской курорт Астрахань». Об этом сообщает РБК. Шибинский также подчеркнул, что здание было сдано и введено в эксплуатацию, а все зарегистрированные на имя звезды квартиры могут ей использоваться. Претензии Волочковой он назвал необоснованными. Правоохранительные органы проведут проверку и в порядке СТ-144-145 УПК Российской Федерации вынесут процессуальное решение, сказал Шибинский. При этом в самой компании не стали отвечать на вопросы, связанные с обвинениями. В прошлом году бывший водитель Волочковой рассказал о том, что ее состояние оценивается в 244 миллионах рублей. Тогда же он упоминал о том, что звезда имеет 22 квартиры в Астрахани. Официальный представитель балерины подтвердил наличие у нее квартиры и дома в Москве, а также жилья в Санкт-Петербурге, однако уточнил, что недвижимость в Астрахани является составляющей бизнес-проекта ее бывшего супруга. Что же касается квартир в Астрахани, то это бизнес-проект бывшего мужа Волочковой Игоря Вдовина. Анастасия дала ему взаймы 3 миллиона долларов, и теперь этими квартирами он пытается погасить долг. Но Волочковой они не нужны, она отказывается от них и просит вернуть деньги, — сказал он Дни. Ру, представитель артистки, подчеркнул, что он никогда не видел документы на жилплощадь, о которой идет речь.